Небольшое предисловие. Девушка задает вопрос по поводу биржи. Мы его разберём, но хочу попросить наших зрителей обдумывать, осмысливать и выбирать вопросы, которые вы задаёте разумному человечеству, потому что мы — центр целительства и духовных практик. О бирже мы говорили неоднократно. Это, так скажем, малоадекватное сооружение, где люди зарабатывают на том, что у кого-то проблемы. То есть их поступки, в принципе, изначально, они малоадекватны и неэтичны. У нас есть прекрасное видео, которое называется «Форекс для души не даёт ничего». Мы консультировали одного молодого человека, который, так скажем, занимался этой системой, изучал её и участвовал в её работе. И вопрос прочитаю. На валютном и фондовых рынках существуют такие понятия, как «быки и медведи». Насколько верно моё предположение, что медведь — это Россия, а бык — это США. И все движения на рынке происходят, исходя из противостояния этих стран. Дмитрий, ты можешь включиться на минутку и рассказать нам, кто такие «быки и медведи»? Да, я могу рассказать. На самом деле «быки и медведи» — это образное название покупателей и продавцов активов, торгуемых на бирже. То есть «быки» — это образно покупатели, например, акций или облигаций, рассчитывающих на рост цены, а «медведи» — это продавцы тех же акций, рассчитывающих на падение цены. Просто считается, что слово «бык» и «медведь» появились из-за того, что когда нападает медведь, то он бьет лапой сверху вниз, что как бы символизирует падение цены сверху вниз. А когда нападает «бык», то он поддевает своего противника рогами снизу вверх, что символизирует движение графика цены снизу вверх. Поэтому покупатели, которые своими действиями заставляют двигаться цену вверх, называются «быками», а продавцов, которые двигают цену вниз медведями. Вот такая вот история образная. Отношения к России и США она, конечно же, не имеет, потому что международная биржа там торгует активы из разных стран, не только США и России. Противостояние России и США не наблюдается как такового. Благодарю, Дмитрий. Григорий, что-то добавишь? Прочитать тебе еще раз вопрос или помощь? Но дело в том, что если уж так говорить, то США это не бык. Потому что бык это сильно трудолюбивое животное. В США сейчас, я бы сказал, олицетворять хищную птицу. Мы, подположим, коршуна, какого-нибудь грифона или хищника. То есть птицу-хищника. Медведем на самом деле может быть хищником, может быть не хищником, если так уж говорить, а скажем, орел всегда хищник. То есть и США, если так уж сказать, они не являются быком. Если уж вы так вот образы сравниваете, что касается биржи, то это своего рода обман и в истории миллионов случаев, когда людей обманывали по той идее, что вы можете ничего не делать, заработать деньги. То есть приходите на биржу, просто вы хитро кого-то перехитрите. Это отъем денег людей под фишкой крутого бизнеса, под фишкой людей в черных костюмах и белых воротничках, в белых рубашках, галстуках. Это некие сказки, как можно из ничего сделать деньги и вам за это ничего не будет. Эта политическая система придумала эту систему и она не раз уже обваливалась, показывая, насколько она по своей системе бесполезна. То есть сами американцы выплатили, если не ошибаюсь, в один из последних разов. Поддержали эту систему, которая была не жизнеспособна. Сколько там, не помню, 450 миллиардов долларов в него вложили из денег налогоплательщиков. Представьте, что существует некий магазин, который зарабатывает на продаже. То есть этот магазин кладет деньги в свой карман, а биржа практически налогов не платит. Как только этот магазин разоряется, государство начинает его поддерживать. А честь чего? Магазин себе в карман работает, государство огромные деньги вкладывает. Это придумано в политической системе. Если вы человек действительно очень гениальный и способный оттуда вытащить все деньги, пустить их на добро, на верность этого одна миллионная процента. Лучше не иметь с биржи ничего общего. В Петербурге была тоже своя биржа, но там принцип был другой. На бирже приносились, я имею ввиду революции, приносились товары и там они продавались. Но совсем другая идея. Попытка спекуляции акциями, кто-то проморгает, кто-то ухватит. Это принцип политической системы. То есть механизм, который ничего не делает. Есть люди, которые могут придумать и сказать что-то, например, кто-то купил ваши акции, у вас есть деньги на подъем. Это такие хитрости, которые придуманы. Как показывает факт, биржа только разоряет бизнес и биржа разоряет вкладчиков. Во всяком случае, та биржа, которая сейчас существует в Форекс, это мошенничество и она работает как разорительная система. Она уже сама разорялась, насколько я знаю, не один раз. И разоряла уже миллионов. У нас есть просто знакомые, которые в пользу этой биржи попадали под ее мошенничество. Более того, у них есть свои мошеннические механизмы. Причем эти механизмы сделаны так, что те, кто ими пользуется, их даже в тюрьму не посадить за это. Это такая механизм, который лучше держаться под дальше. Если вы просто не гений в последней стадии, когда вы можете свободно вытаскивать деньги, ничего не вкладывая, это один существует на миллион. Я не рекомендую вам с биржи ничего общего и пусть ваши заработанные деньги работают на вас. Лучше создавайте какую-то систему, вкладывайте в ресурс, который будет работать. Биржа придумала ее паразитическая система и чем вы дальше от нее держитесь, чем в вашей жизни меньше будет потерь. Те, кто создавали человечество, один раз сказали, что единственная польза от человека, который играет на бирже или интересуется ее деятельностью или принимает какое-либо участие в создании, поддержании ее действия, это будет, так скажем, выигрывать деньги и пускать их на серьезные социальные проекты, которыми не занимается государство. или, в конце концов, выиграть деньги у всех и серьезно заняться очищением нашей планеты от бездельников, тунеядцев, извращенцев, паразитов всех мастей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова